А ваши кости и суставы в норме? Пройти диагностику, попав на прием к высококвалифицированным специалистам, докторам с многолетним опытом работы, ортопедам-торматологам, жители Щелкова и Фрязина смогли в обособленном подразделении имени кольца Щелковской городской больницы во Фрязине. Здесь состоялся благотворительный день здоровых костей и суставов. Это связано с движением. Людям, многим тяжело ходить далеко. Получается так, что у нас эти услуги предоставляются в нашей больнице и это в шаговой доступности. Так, совершенно бесплатно пациенты смогли попасть на прием. Достаточно было иметь при себе паспорт и полис ОМС. Направление от терапевта не требовалось. Никаких длинных очередей. Все потому, что люди записались на прием заранее и пришли к своему времени. Остается подождать буквально несколько минут. Уникальный проект, уникальные возможности. Помимо одного врача, пациенты смогли обратиться сразу к нескольким ведущим специалистам, профессорам, докторам и кандидатам наук, входящим в специальный экспертный состав. Подобные акции, они должны быть такими входными воротами, но не могут быть, как сказать, решением всех проблем. Нам нужно у людей посеять культуру проверки здоровья, пока здоровы, пока нет проблем. Это очень-очень важно. Вот это самое ключевое для подобных дней или недель диагностики. Проект нашел поддержку администрации муниципалитета и Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского в сокращении МОНИКИ. Связи с нашей кафедрой достаточно плотные. Более того, я хочу подчеркнуть, если вы читали брошюру, помощники экспертов – это два наших ординатора второго года. О таком важно говорить. Информационную поддержку значимой для населения инициативе оказал Союз журналистов Подмосковья. На пресс-конференции, которую провел член правления Союза, генеральный директор телерадиокомпании Щелкова Евгений Дококин, собрались журналисты печатных изданий, электронных СМИ и телевидения. Также информационным партнером проекта стал благотворительный фонд «Ремесло добра». Сама же идея проведения Дня здоровых костей суставов – инициатива воплотить проект в реальность принадлежит врачу-ортопеду, специалисту высшей категории, кандидату медицинских наук, который работает в обособленном подразделении. Здесь его называют доктор САС. Мы хотим рассказать, какие виды специализированной медицинской помощи люди могут получить в нашем отделении. Многие, которые живут и здесь, в Плафлязне, и в Щелково, они даже не знают, что, например, секротопланетические операции по замене тазогерного сустава, коленного, плечевого, операции хирургии стопы, артероскопические операции, то есть это, например, удаление мениска или замене связок коленного сустава. То есть эти операции мы здесь делаем, но народ-то не знает об этом, вообще не знает. Они просто удивляются, когда мы это рассказываем. Помощь пациентам, страдающим заболеваниями суставов и костей, медучреждение оказывается на высочайшем уровне. Для этого созданы все условия. Операционная оснащена современным передовым оборудованием, имеется все необходимое для протезирования. Все виды медпомощи выполняются за счет обязательного медицинского страхования. Учреждение полностью обеспечено медикаментами и, самое главное, набрана команда высококвалифицированных специалистов. Профессионалы, следующее дело, которое непосредственно поможет для термения и оперативного вмешательства, либо, как раз, эти исследования, которые выполняют помощь. Всем необходимым для проведения полноценного комплекса лечения и оперативного вмешательства, на данный момент наше обособленное подразделение полностью обеспечено. Врачи медицинского учреждения уже помогли многим пациентам в прямом смысле встать на ноги, без боли и дискомфорта. Медицина пошла вперед. Раньше мне казалось костыли, я встану на костыли, ручки тоненькие не держат, костыли, гипс. А тут на второй день я встала, хотя надо было лечь, потому что это вот. Сейчас я хожу по дому. А когда мы операцию сделали? Операцию сделали 15 февраля, еще месяца нет. Самое главное то, что за помощью при подобных недугах не нужно ехать далеко. Вы знаете, очень удобно. Я узнала через телеграм-канал Щелковской городской больницы и сразу же позвонила, меня записали. Очень это удобно. В перспективе проведения подобных дней здоровья планируется продолжать, потому как проект нашел большой положительный отклик у жителей сразу двух муниципалитетов. Всего же в день акции было зарегистрировано более 350 человек. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.